Дорогие друзья, приветствую еще раз во имя Иисуса Христа телезрители, все, кто здесь, все, кто там. Пусть вас Бог благословит. Мы рады, что вы подсоединяетесь, что вы слушаете Слово Божье. Пусть вас Бог благословит, пусть вас Бог коснется. Если у вас есть какая-то боль или у вас есть какая-то тревога на душе, или вы в ссоре находитесь, или вы находитесь в обиде, я просто прошу сейчас во имя Иисуса Христа, чтобы сила Божья сошла на вас и исцелила, изменила вашу ситуацию, изменила, убрала эту боль, эту тревогу, эту беду из вашей жизни. Во имя Иисуса Христа, будьте благословенны. Друзья, мы верим в Бога, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Мы верим с целью. Какая цель у нас, то, что мы верим в Бога? Мы хотим быть с Ним. Мы не просто верим для того, чтобы верить, для того, чтобы, если у тебя спросили, или ты веришь в Бога? Ты сказал, да, я верю в Бога. Мы не для этого верим в Бога. Мы верим в Бога, потому что Он коснулся нас. Я родился в христианской семье, но только в 17 лет, в 17 лет я обратился к Иисусу Христу. Я посвятил Ему всю свою жизнь. До этого момента я, конечно же, молился Богу, потому что меня родители научили. И каждый вечер мы становились всей семьей на колени, и мы молились, и с малого до большого. Я был последний в семье, я последний являюсь в семье. И с меня молитва начиналась, отцом моим заканчивалась. И потом молились отче наш вместе. И вы знаете что? Хотя я молился, я видел ответы от Бога, я знал, что Бог есть, но я лично Его не знал. Иисус не жил в моем сердце. И в 17 лет я позвал Его в свою жизнь. Я сказал, Иисус, и в этом не участвовал никто, в этом участвовал только Бог. Бог коснулся моего сердца. Я почувствовал, что Бог меня призывает. Вот люди думают, ну вот как Бог говорит? Вот ты почувствуешь, как Он говорит, когда Он будет говорить тебе. И я скажу так, что люди, которые отозвались на призыв Иисуса, это самые счастливые люди. И люди, которые сказали, подожди Иисусу, которые отложили этот момент, они несчастные. Потому что, знаете, если поезд уйдет, вечный поезд уйдет, то ты ничего не сделаешь. Если твой поезд ушел физический, ты сдал билет и купил другой, и поехал на другом. Но если ты опоздал с вечностью, ты ничего не сможешь изменить. Поэтому, когда Иисус стучится в ваше сердце, касается ваше сердце, тогда ответьте Иисусу «да». И не думайте, а как я смогу с Ним жить? Потому что ко мне такие мысли приходили. Как я смогу быть верующим? Я же не смогу быть верующим. Быть верующим – это сложно? Нет, это не сложно. Потому что Бог дает благодать, Бог дает силу для того, чтобы жить святой жизнью, непорочной жизнью. Жить жизнью по Слову Божьему, по Библии. Итак, тема проповеди будет называться «Ключ к успеху». Любая жизнь может быть успешной или неуспешной. Когда у тебя бывает так, что у тебя все получается, и когда у тебя ничего не получается. Ты все делаешь, ты стараешься, ты вкладываешь, инвестируешь свои силы, и у тебя не получается, у тебя рушится все. Что бы ты ни делал, у тебя рушится. Может, у тебя в других сферах хорошо, но есть сфера, где у тебя ничего не получается. И сегодня я хотел бы прочитать из Слова Божьего об одном потрясающем чуде, которое произошло. Давайте откроем Луки, пятую главу, первый стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генерсарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки». Давайте здесь остановимся. Иисус, он учил в неформальной обстановке. Иисус – это нерелигиозная личность. Как бы ни странно, это звучало. Иисус не является динаминационным Богом. Он не является каким-то ограниченной личностью. Он есть Бог всего, Он творец всего, Он хозяин Земли, Он хозяин всей Вселенной. Вся Вселенная помещается у Него на ладони. Ученые будут открывать и открывать и открывать и запускать спутники туда дальше, в глубокий космос, и будут открывать новые планеты. А Библия говорит, что Бог измерил Вселенную пятью. Он просто померил ее. И Библия говорит, что Земля, небеса – это престол Божий, и Земля – это подножий ног Его. Поэтому Иисус, он написано – сел. Сев учил народ из лодки. Просто представьте себе картину. Однажды много народу было у Иисуса вокруг Него. Вокруг Иисуса всегда было много народа. Почему вокруг Иисуса всегда было много народа? Потому что Он был необычный. От Него исходила сила. Они видели в Нем доброту. Они видели в Нем необычного человека, не которые просто вытаскивают Слово Божие, читают и закрывают. Он реально помогал людям. И по сей день Иисус помогает людям. И написано – Он увидел две лодки. И увидел людей, которые стояли и мыли сети. Это было утро. Утром. И они мыли от грязи, от тины, мыли сети. И Иисус подходит в такой простой обстановке. Представьте, это рабочее, можно сказать, время. И Он подошел к Симону прямо во время работы, когда Он вымывал сети. А знаете, Симон, Петр, да, он думал так. Я всю ночь ловил, я устал, хочу спать, сейчас вымываю сети. Знаете, инструмент уже вымывал. Я думаю, сейчас пойду домой, прилягу, посплю, высплюсь. Так печально, что ни одной рыбы не поймал. Домой нечто нести. Нечего нести домой. И вдруг приходит Иисус. Вдруг просто приходит Иисус и начинает с Ним говорить. В простой атмосфере. Не как Бог приходит. Иисус был в человеческом теле. Он пришел к нему и говорит, Симон, написано, он вошел в его лодку. И говорит, слушай, отплыви немножко от берега. Отплыви от берега. И вы знаете, что Симон, да, он не стал прикословить Иисусу. Знаешь, Иисус, приходи в следующий раз. Сегодня я не в форме. Я не выспался. Мне нужно привести себя в порядок. Я не готов для себя. Знаешь, Иисус приходит тогда, когда тебе это нужно. Даже, может быть, ты не будешь готов. Но Он придет, и у Него есть кое-что с собой. Каждый раз, когда мы приходим в собрание, каждый раз, когда мы читаем Библию, у Господа всегда есть для нас благословение. И что Иисус начал делать? Он никаких чудес не творил. Он попросил просто Петра послушаться, Симона. Просто будь послушным. Просто взошел в его лодку и использовал его лодку, его рабочее место для проповеди Евангелия. И написано, что он начал, сел и учил народ из лодки. Четвертый стих. Читаем дальше. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Ты можешь иметь свое мнение. Тебе Господь может говорить, как делать тебе на твоей работе. Но ты, или в твоей ситуации, но ты можешь говорить, Господь, я так уже делал. Господь, ты, наверное, не в курсе, что я не просто сейчас иду на рыбалку, я пришел с рыбалки, я пришел с рыбалки, у меня пустые сети, кроме тины ничего. Иисус говорит так, как будто он, знаешь, вообще не в курсе. Он говорит тебе, как делать тебе. И вы знаете, что нам, людям, нам нужно послушаться того, что говорит нам Бог. Именно в этом есть успех. Именно послушание Богу является ключом к твоему успеху. Мы иногда думаем, о, как мне стать успешным? Слушайся, что написано в Слове Божьем. Тебе Господь будет говорить. Смотрите, написано, что он возмутился, как бы, Петр. Он Иисусу говорит, наставник, мы трудились всю ночь, он начал, как бы, возмущаться. Ты не в курсе, Иисус? Он, как бы, уважал Иисуса, но он хотел ему сказать, Иисус, ты, наверное, не в курсе, что всю ночь я вот это как раз-таки и делал. Кидал в сеть и вытаскивал в сеть. Кидал в сеть и вытаскивал в сеть. Он же рыбак. Он знает свою профессию. Он знает, как это делать. Он кидал и вытаскивал, кидал и вытаскивал, ничего не поймал. Приходит Иисус и говорит, Петр, отплыви на глубину и закинь в сеть. И Петр, он просто сделал, чтобы Иисус от него отстал. Знаете, как бывает так? Люди, ладно, я сделаю, чтобы ты просто успокоился. И вот просто, знаете, здесь есть секрет. Петр говорит, но по слову твоему закину сеть. Послушание слову Божьему ведет к успеху. И смотрите, Петр закидывает сеть, не веря, что рыба поймается, потому что у него была причина не верить. Всю ночь ловил и ничего не поймал. Вы знаете, когда час ловишь и ничего не ловится, приходит такое разочарование. А если всю ночь ловишь и ничего не ловится, ничего не ловится, ничего, то там очень плохое настроение. Но он говорит, по слову твоему, я буду послушен твоему слову, даже если я с ним не согласен. Вы знаете, часто мы не согласны с Богом. Я вам скажу, что наши мысли не такие, как у Бога. Они идут всегда в разрез. Наше добро и Божье добро разделяются, они в разные стороны идут. Наше добро, знаете, как бывает, хотел как лучше, а получилось как хуже. Читаем 6 стих. Сделав это, что это? Послушание. Они поймали великое множество рыбы и даже сеть у них прорывалась. Представьте, всю ночь ловили, ничего не поймали, приходит Иисус, говорит, отплыви на глубину, закинь сеть. И он же ничего не сказал, что у тебя будет чудо, просто сделай, как тебе сказали, как тебе Иисус говорит. И написано, они поймали великое множество рыбы и даже, просто представьте, такого они никогда не слышали даже, что сеть может прорываться от рыбы. Просто представьте себе, что сеть, которая предназначена, чтобы вытаскивать рыбу, она не может порваться от рыбы. она рассчитана, чтобы вытаскивать килограммы, десятки, сотни килограмм рыбы. Она рассчитана, и вдруг она начинает рваться. Такой успех пришел к Петру. И что происходит с этими учениками? Седьмой стих. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Знаете, я не уверен, что в жизни Петра хоть раз такое было. Он рыбак, это была его профессия, он ловил рыбу, но никогда он так не ловил, как вместе с Иисусом. Классно ходить на рыбалку с Иисусом? Классно его впускать в ту сферу, в каждую сферу своей жизни. Не только в сферу, где у тебя проблема. Послушай, может, у тебя все классно, и такой Иисусу говоришь, Иисус, знаешь, ты мне только чуть-чуть подправь, и в принципе свободен. Как бы, ну, ты мне нужен только для определенной сферы. Нет. Мы увидим конец этой истории, и он очень потрясающий. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Лодки начинали тонуть от рыбы. Просто представьте себе, сколько рыбы можно поймать, чтобы лодки начали тонуть. Мы где-нибудь такое вообще видели, чтобы ты пошел на рыбалку, ну, ладно, 10 штук наловил, ну, там, 15 штук наловил, знаете, фотографии там, рыбаки присылают, там, щуку такую поймал. А так, чтобы полностью две лодки под завязку поймать, и чтобы они начинали тонуть. И чудо было еще, не то, что они поймали столько множества рыбы, еще было одно чудо, что лодки не утонули. Они начинали тонуть, но не утонули. Увидев это, 8 стих, Симон Петр припал коленем Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, он сразу понял, что Иисус не является обычным человеком. Он почувствовал святость Божью, он почувствовал свою греховность, он почувствовал и увидел вот этот бунт и несогласие с Иисусом, которое у него проявилось. Он сказал, я всю ночь ловил, типа, ты не в курсе, Бог, ты, наверное, не в курсе, что у меня такие проблемы в жизни. Все Бог знает. Он приходит, Иисус приходит для того, чтобы благословить человека. Вы знаете, мы иногда думаем, Иисус приходит для того, чтобы что-то забрать, чтобы забрать от нас что-то, что-то от нас хотят, выгоду какую-то хотят от нас. Иисус хочет забрать у тебя грехи, Иисус хочет забрать у тебя проклятия, Иисус хочет забрать у тебя неуспех и хочет дать тебе прощение, благословение, радость. Он хочет, другими словами, забрать у тебя негатив и сделать из твоего минуса плюс. Наша жизнь, она, как я уже раньше говорил, она выглядит в виде минуса. И мы, если мы хотим увидеть, как наша жизнь будет после нас выглядеть, она будет выглядеть именно вот этой черточкой. На надгробной плите у нас будет, наша жизнь будет изображена в виде минуса. В виде черточки, маленькой черточкой между цифрами. Но за эту жизнь, за эту коротенькую жизнь, за эту маленькую черточку должен сверху прийти Иисус. И тогда наша жизнь приобретает, перевоплощается, можно сказать, превращается в плюс, в благословение. Вот у Петра, можно сказать, был минус в жизни. Минус он все отнимает, приходит Иисус, и у Петра плюс. У Петра плюс, не просто плюс, плюсище. Представьте, не просто благословение, благословение, от которых ты тонешь. Столько любви, не столько любви, знаете, добра, о, тебе хорошо. Ты просто тонешь в любви, в наслаждении. Девятый стих. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманных. Ведь это реальная история. Так же и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарища к Симону. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И мы видим, что Петр, он действительно ловил человека в Словом Божьем, проповедовал людям Слово Божье, и они приходили в Божье царство. Мы видим и день Пятидесятницы, когда три тысячи человек покаялась, и потом дальше. И смотрите, как заключается эта история, заканчивается. Одиннадцатый стих. И вытащив обе лодки на берег, они не утонули, их вытащили. Оставили все и последовали за ним. Представьте, такой успех. Успех, который записан в истории. Просто представьте, у человека произошло, его записали в Библию, эту историю. И теперь все народы, много национальностей по всему лицу земли читают эту историю, которая произошла в жизни Петра. А все из-за чего? Все из-за того, что Петр послушался Иисуса. Послушание ключ к успеху. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была успешная, нам нужно слушаться, что говорит нам Иисус. Нам нужно читать Евангелие, нам нужно читать Слово Божие, послание. Нам нужно жить Словом Божьим. Помните, как сотник сказал Иисусу? У одного военного человека был болен слуга и был при смерти. И он пришел к Иисусу. Представьте, как он ходатайствовал о своем слуге, о своем работнике. Он пришел к Иисусу. Почему? Он слышал, что Иисус исцеляет людей. Не важно, какой болезнью болеет, Иисус исцеляет людей. Он даже воскрешает мертвых. Он очищает прокаженных. Он исцеляет неизлечимые болезни. Друзья, если у вас есть неизлечимая болезнь, у вас есть какой-то диагноз, знайте, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он тот же, как он это делал 2000 лет назад, так же он может и сегодня совершить для вас чудо и исцелить полностью вас. Нам нужно соединение. Нам нужно, чтобы в наш минус, в нашу ситуацию пришел Иисус сверху, и наша жизнь превращается в плюс. Дьявол пришел украсть, убить и погубить, а Иисус пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. И вот просто представьте, эти лодки вытаскивают на берег. Полные лодки. Я не знаю, там все люди, наверное, сбежались и тянули, потому что это не так уж легко, лодки, нагруженные рыбой, вытащить на берег. И они вытащили их на берег. И вы знаете, в этот момент, наверное, у Петра было очень много откровений. Как хорошо, что я послушался Иисуса. Первый раз. Как хорошо, что я послушался Иисуса. Второй раз. Я теперь буду его слушаться. Знаете, почему апостол Павел пишет, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что живу? Ныне воплоти живу, веруя в Сына Божьего, предавшего себя за меня. Аллилуйя. Потому что так лучше жить. Так лучше жить, когда тебе Господь говорит, ты живешь по Слову Божьему, чем по своей логике. Знаете, нам всегда кажется, что мы умнее всех. Мы знаем, как жить. Несмотря на то, что мы живем первый раз на земле, никто из нас не живет вторую жизнь. Мы все живем первый раз. Нам кажется, что мы все знаем, но мы ничего не знаем. Господь все знает. И Господь, Он пастырь, Он добрый пастырь, добрый пастух. Он заботится о нас. Когда приходит Иисус, то Он приходит, чтобы благословить. А у нас какое-то есть представление об Иисусе. Вот мы себе как-то представили Иисуса, что Он недоволен нами, потому что мы живем неправильно, допустим. Он ни за что нам не поможет. Он ни за что не слышит, потому что Он далеко. И надо, и знаете, многие люди приходят к таким заблуждениям, надо обратиться к Его маме. Через маму надо действовать. Через маму такой подход. Это полный бред, друзья. Это полный. Это вообще непонятно, откуда пошло это. Но все понятно, откуда пошло. Враг душ человеческий все придумал и извратил. Но многие приходят к Иисусу через мать. Типа, знаете, хитро так. Раз Иисус такой недоступный, а мама Он послушается. Это мама Его, Мария. Ей свое уважение за то, что она родила Иисуса, пострадала за Него. Потому что, когда ангел пришел, сказал, Мария, радуйся, у тебя родится сын. А как он родится, она спросила у ангела. А вот от Духа Святого. А она уже в помовке. Представьте. И когда ты находишься в помовке, и твой муж, который тебя не трогал, узнает, жених, другими словами, узнает, что ты беременна, что у него в голову приходит? Что нагуляла где-то Мария. И написано, она убежала из дома, побежала к своей сестре. То есть она страдала. Вообще по закону Моисея ее должны были побить камнями, без рассмотрения. Это не то, что, знаете, прелюбодейство. Это уже налицо прелюбодейство. Откуда живот у тебя? Ведь до брака нельзя иметь интимные отношения. Это сразу смерть. Это закон Моисея с этим сразу рассматривал очень просто все. Брали камни и покидали, на него и на нее выставляли перед народом, блудника и блудницу, и кидали в них камни, убивали их. Это Божий закон. Через Моисея так было. И вот просто представьте, Мария слышит тяжелую информацию. Мария, радуйся, благодатная. Она такая, что, ангел? Ты родишь сына? Да, классно. Наречешь его имя Иисус. Он спасет людей своих от грехов их. Она такая, аллилуйя, здорово. Меня Бог избрал, чтобы родиться через меня на эту землю. А как вам родиться? А без мужа? И она, знаете, в лице, возможно, изменилась. Иосиф, конечно, мне верит, но в такую пургу он не поверит. Без мужа. А Духа Святого родила. Такая история была только один раз в истории человечества. И никогда такого не было, и никогда такого не будет. И вот Иосифу надо было поверить все-таки, что она не изменяла ему, а что это от Бога ребенок. Это святое. Итак, к чему я говорил? Что многие не обращаются к Иисусу, идут к его матери. И спрашивают, мать Иисуса, поговори с Иисусом и спроси у него вот это и это, и то, и другое. Вы знаете, что это неправильно. Это грех. Обращаться нужно напрямую к Иисусу. Потому что, когда Иисуса распяли на кресте, он был посередине. И слева, и справа были распятые разбойники. Бандиты были распятые. И они хулили Иисуса. И один из них, потом опомнившись, сказал, и он обратился к Иисусу. Он обратился всем своим сердцем. Он друга своего стал успокаивать и говорить, знаешь, мы висим за преступление, а он ничего плохого не сделал. И потом он обращается лично к Иисусу. Представьте, Иисус висит на кресте. Рядом с ним висят разбойники на кресте. Под крестом стоит его мать, Богоматерь, скажем, и святой апостол Иоанн, потому что все остальные разбежались. И ведь по идее, как многие сегодня обращаются к святым, ведь этот грешник мог бы обратиться и сказать, мать Иисуса, поговори с Иисусом. А зачем вот эти неправильные движения? Почему не обратиться прямо к Иисусу? Иисус сказал в Слове Своем, что всякого приходящего ко мне вон я не изгоняю. И он не обратился ни к святому апостолу Иоанну, ни к Богородице. Он обратился прямо к Иисусу и сказал, Господи, когда придешь в Царство Твое, вспомни обо мне. И что Иисус ответил ему? Он сказал, истина, истина, говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю. Готов ли ты идти дальше? Готов ли ты остаться ему верным? Или, как, знаете, в супермаркет пришел, набрал продуктов и ушел. К Богу пришел, помолился, получил ответ. Давай, Бог, когда мне будет плохо, я к тебе приду. Сейчас мне хорошо. Я пойду сейчас с друзьями веселиться. Нет, Бог хочет, чтобы тебе и когда хорошо, и когда плохо, чтобы ты всегда был с Ним, чтобы ты всегда был послушен Его Слову. Послушай, Бог хочет, чтобы ты был успешным. Бог не хочет, чтобы ты был неудачником. Он хочет все сферы твоей жизни благословить. Но, как приходит благословение и как приходит успех? Есть ключ, который открывает эту дверь. Это послушание Слову Божьему. Он будет тебе говорить, и тебе нужно будет принять свое собственное решение. Петр возмущался, но согласился. И он увидел чудо. Дорогой друг, согласен ли ты подчиниться Слову Божьему и сказать, Господь, я исполню Твое Слово. Я сделаю по Твоему Слову. Хочешь увидеть чудеса? Хочешь увидеть живого Бога в своей жизни? Взаимодействуй с Его Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В самом начале, когда на земле был хаос, земля была безвидна и пуста, Бог говорил Свое Слово. Мы можем сделать для себя этот принцип, что когда звучит Слово Божье, за этим всегда стоит успех. давайте мы сейчас помолимся...